Начнём сегодняшний наш лекционный день И начнёт у нас четвёртую лекцию Сейчас я уже точно сосчитал, да? Глеб Эдуардович I don't know you will be speaking in English or Russian or what do you say? Whatever you prefer Or German? I'm not sure how many people would understand English? Russian? Russian? Russian Значит, прежде чем я начну с теории растения Вчера после семинара мне был задан вопрос Почему и так два определения неприводимых и превалентные? Одно из них есть утверждение о том, что представление неприводимо Если не существует инвариантных подпространств То есть нет инвариантных подпространств И второе утверждение, которое высказал Что представление неприводимо Если нет нетривиальных операторов Которые коммутируются всеми элементами представления И нетривиальным операторам Я имею в виду операторы, которые Некратные единичные операторы То есть оператор А И есть лямбда Некратные единичные Значит, смотрите Если имеются инвариантные подпространства В этом случае имеется проектор На инвариантных подпространства Назовем ОВП Который коммутирует Со всеми элементами представления И это есть тот оператор Который фигурирует в определении номер 2 В том случае Если мы начинаем с определения номер 2 И говорим, что представление приводимо Если есть такой А Который некратен единичный И коммутирует со всеми элементами представления То в этом случае Представление приводимо Есть инвариантное подпространство И это следует из следующего утверждения Оператор А Можно найти Какие для него собственные значения И собственные функции То есть Он обладает системой собственных значений Это означает, что характеристическое уравнение Вы можете решить характеристическое уравнение Найти его корни И в этом случае Это означает, что Уже новый оператор Который есть А минус лямбда умножить на единичный оператор Должен иметь собственный вектор Так Ну а этот оператор А минус Лямбда умножить на единичку Он коммутирует со всеми с А это означает То, что он имеет Собственный вектор Означает, что есть нетривиальное ядро То есть оператор А минус лямбда на единичку Имеет нетривиальное ядро Но ядро оператора А минус лямбда И есть вариант То есть если найдется такой оператор А, который коммутирует со всеми элементами представления В этом случае Вы найдете какое-нибудь его собственное значение Постройте оператор А минус лямбда И найдете его ядро Это ядро будет Эдварянным под пространством Что будет означать Что-то представление При его динамбда Можно маленькое добавление Здесь вообще есть Одна очень-очень Большая толст Дело в том Все, что нужно различать Комплексные представления И действительные представления То, что вы говорили Про диагонализацию В действительности Это над полем цель Над полем цель Над полем действительных чисел Это не так Но утверждение правильное Тем не менее Остается и так То есть оператор Летающий оператор Может там сам Осталось И не диагонально Но тем не менее Все это выполняется Спасибо, да Я работаю на полем цель Это важно Ну так Это в общих чертах Значит Как это работает Теперь давайте Продолжим Наше обсуждение Платовой теории поля И я поговорю сегодня По теории растения Ну естественным образом Перейду к проблеме Перенормировка Значит О теории растения Давайте начнем С обсуждения Ситуации В квантовой механике В квантовой механике Основное уравнение Квантовой механике Уравнение Шредингера Это уравнение Может быть Элементарно решено Если гамильтониан Не зависит от времени Развитие функции Волновой функции Во времени Будет описываться Оператором И в дальнейшем Вектор состояния В начальный момент Си от нуля Я буду обозначать Просто как Оператор Который осуществляет Эволюцию во времени Ю от т Это есть Из понятных Лёгкий пак Этот оператор Есть оператор эволюции Мы называем Оператором эволюции И он описывает Эволюцию во времени И значит Здесь я буду считать Что вот начальный вектор В начальный момент Времени Вектор Пси Это собственный вектор Собственный вектор В пространстве Гильбертовом пространстве H Собственное означает Что он нормирован То есть он обладает Конечные нормы Минус на я Минус 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 Стоп Что-то Как не было Операторе эволюции Минус Да Спасибо Норма Здоровье Все Нудcious Не равно Без하게ем Нормально Рассматриваем теорию расеяния Что мы рассеиваем в квантовую механику? Мы рассеиваем волновые пакеты. Волновые пакеты. И это означает, что вот этот объект здесь представляет собой волновой пакет, который описывается волновой функцией в свет Т, и задаваемой такой формулой. В то же время, как движение свободной частицы описывается, эволюция свободной частицы описывается свободным гамильтонианом H0, и, соответственно, развитие во времени описывается свободным оператором эволюции, который есть у 0 от Т, экспонентом минус H0 от Т. Ну, вы можете считать, что H0 нереативистской механики, это просто P квадратно поделить на 2T. И гамильтониан H, это инвест, будет все время для нас, с суммой свободного гамильтониана H0 плюс некий рассеивающий потенциал B. Значит, что мы ожидаем в теории рассеяния? Мы ожидаем, что когда время Т идет к минус бесконечности, движение переходит в свободу. И это можно описать следующим утверждением, что когда U от Т, действуя на вектор, начальный вектор Пси, эволюционирует во времени, и время уходит на минус бесконечности, там на минус бесконечности динамика становится свободной, что и означает, что она пришла под действием свободного оператора Пси0 от Т, от некоторого вектора состояния в Гильбертовом пространстве в начальный момент, который я назову Псай-Ин, что означает начальник. И совершенно аналогично, если мы рассмотрим эволюцию вектора Пси и теперь пойдем на плюс бесконечности, здесь мы тоже ожидаем, что движение становится свободным, асимпетически, и, следовательно, оно приходит из свободной эволюции, из некоторого другого вектора в начальный момент Пси-Аут. Ну, теперь давайте я вам нарисую картинку, которая, собственно говоря, описывает этот процесс в терминах классической механики, это очень хорошая аналогия, это представляется, что происходит. Значит, вот, давайте, это будет линия отвечать моменту временному Т равняется нулю, и здесь у нас в момент Т равняется нулю имеется Гильбертово пространство А, Т, Х. Ну, и вот, у нас имеется некоторая траектория движения, давайте ее красным нарисуем. Частица полетела, как-то расселась на потенциале и ушла на бесконечности. И у нее имеются две синтетики. На бесконечности ее движения свободно и аппроксимируется некоторой синтетой. Вот в какой-то момент времени он пересекает Гильбертово пространство, и здесь возникает вот этот вектор Пси-Аут. То есть, а здесь, в этой точке, у меня имеется вектор Пси-Аут. То есть, когда я еду на минус бесконечность, с помощью эволюционного оператора У от Т, Пси-Аут стремится к эволюции У0 от Т, действующей на Пси-Аут. Здесь две, на минус бесконечности, эволюционные кривые совпадают. И совершенно аналогично в случае асинтетического движения на Плюс бесконечности у меня имеется некоторое состояние Пси-Аут, которое, значит, на Плюс бесконечности по действиям свободного оператора описывает асинтетику рассеяния в состоянии Пси-Аут с эволюционным оператором У1. Я рисую механическую траекторию, но понятно, что я имею в виду, для того, чтобы аналогия... Это очень хорошая аналогия с обычной классической теорией России. И что-то у меня возникает в одном и том же гильвертовом пространстве H два вектора Пси-Ин и Пси-Аут. И оказывается, что динамика процесса рассеяния может быть только описана в терминах вот этих двух векторов Пси-Ин, Пси-Аут в исходном гильвертовом пространстве H. И оператор, который приходит, скажем, Пси-Ин и Пси-Аут, это и будет на ТС-матриваться. То, что мы делаем в теории рассеяния, мы находим, как этот оператор С, связывающий начальное и конечное состояние, в момент времени Т равняется нулю, а как этот оператор связан с динамикой и как он устроится через гамильтониан, исходный гамильтониан. Вот задача, которая решается в теории рассеяния. И если вы знаете С-матривцу, как основной век, дальше вы можете использовать ее для того, чтобы получить амплитуду рассеяния, за амплитуду рассеяния вы вычисляете кросс-секшн и получаете вероятности различных процессов. Поэтому и С-матривца, сколько важно напрямую связано с результатами эксперимента. Вопросы? Ну давайте теперь напишем так. Происходит это объяснение. Значит, прежде всего, здесь следует отметить, что не всякая траектория имеет асинтотики. Вы можете представить себе ситуацию, когда, например, частичка летит, 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 и потом, оп, закручивается и парит на центр. Такое тоже бывает. У него будет одна асинтотика, здесь, но не будет асинтотики на бесконечности. Такое возможно. Это означает, в реальности, что все Гильбертово пространство расщепляется, может быть расщеплено, на две части. Сейчас вычеркнем арки. ВИЧ можно представить в виде суммы двух подпространств. Одно я назову подпространство G, которое будет отвечать состоянием рассеяния. Гильбертово пространство G, а второе будет отвечать то, что называется Bound States. Состояние, которое не имеет асинтотики. И утверждение о том, что Гильбертово пространство для данного Гамильтониана можно представить в виде суммы состояния рассеяния и Bound States. Еще больше там ничего нет. Называется симпатическая гипотеза. Ясно, однако, что если вы в Гильбертовом пространстве выделите какое-то состояние, оно всегда может служить асинтотикой для некоторого процесса рассеяния. Вот понятно, проведите такую линию. Тогда можно представить, что есть какая-то траектория, которая проходит через нее и имеет обе асинтотики. Глеб, а если Bound States образовался, но потом распался, нестабильный метастабильный состояние, что будет покрутиться и ждет. Ждите достаточно долго. Нет, ну тогда не надо еще что-нибудь добавить. Ну вот это и есть утверждение об асинтотической гипотезе, что верно ли утверждение о том, что у вас не столько стейтеров и баллов, ничего больше другого нет. Ну, это сложный вопрос. Я, наверное, прокомментирую, но чуть-чуть попозже. С теорией рассеяния все неприятно. Никакого не привязывается. Значит, давайте я попробую формализовать теперь вот это утверждение, которое я здесь написал, утверждение о том, что мы ожидаем в случае наличия рассеяния. Значит, мы можем определить вектор Псай, отвечающий истинному состоянию рассеяния, как предел. При Т стремящемся к минус бесконечности следующего произведения. УДГУ на УС0 от Т, действующий на произвольно выбранный нами вектор Псай-Ин. То есть, предположим, что мы выбрали в нашем гербертовом пространстве какой-то вектор. Мы его считаем вектором гербертовом пространства и определяем вот такой предел. Это дает нам некий другой вектор Псай. В теории рассеяния доказывается, что такой предел существует. Можно показать, что такой предел существует. То есть, иными словами, что состояние, которое построено таким образом в момент времени Т, допускает предел по норме к некоторому состоянию Псай, когда время Т стремится к минус бесконечности. Это один из стандартных результатов теории России. С другой стороны, вы можете обратиться ко второму правенству, ко второму утверждению здесь, и переписать его в виде предел Т стремится к минус, к плюс бесконечности. У, Д, В, А, Т, У, Н, А, Д, Псай, Баутен. Ну и таким же аналогичным образом доказывается, что такой предел так же существует. Значит, это предел операторный, то есть вот объект, стоящий здесь, ему дано имя оператор Омега-плюс, специальный Омега-плюс, действующий на Псай-ин. И она логична здесь, возникает оператор Омега-минус, действующий на Псай-аут. И операторы Омега-плюс-минус, для них дано специальное имя, они называются операторами. Операторы играют важную роль в теории России. Тут вот несколько исторически странное обозначение. Время идет на минус бесконечности, но оператор называется Омега-плюс. И здесь время идет плюс бесконечности, оператор называется Омега-минус. Но в некоторых книжках люди пытаются бороться с историей и изменяют это значение мюллеровских операторов, потому что в конце возникает путаница. Потому что, когда смотришь на конечный результат, непонятно, написан ли он с соблюдением истории или с ее нарушением. Ну, конечно, вы понимаете, что эти два выражения должны быть одинаковы. Это один и тот же вектор Псай, вы просто предполагаете, что на него имеются две ассердотики. Следовательно, для одного и того же вектора имеются два представления. А именно, вот возникает такое равенство, из которого следует, что вектор Псай-аут можно записать как Омега-минус дега Омега-пляс-плюс на Псай-ин. Поскольку у оператора Омега-плюс-минус оказывается обладают специальным свойством, а именно Омега-плюс-минус есть изометрические операторы. Элизометрический оператор означает, что такой оператор что делает? Сохраняет норму. Омега-плюс-минус сохраняет норму. И они сохраняют норму, потому что они являются пределами унитарных операторов. У-ноль и У-плюс-и-у это два унитарных оператора. Можно показать, что пределом произведения унитарных операторов в таком смысле является изометрический оператор. Изометричность более слабое свойство, чем унитарность. И в бесконечно-мерном случае есть разница между изометрическими операторами и унитарными операторами. Унитарные операторы всегда сохраняют норму, как и изометрические, но изометрические операторы не обязательно унитарные. Сохранение нормы эквивалентно уравнению Омега-плюс-дега, Омега-плюс-минус-дега Омега-плюс-минус равняется единице. Это условие изометричности. А вот условие унитарности было бы, если бы я их переставил, эти два оператора, наоборот, и было бы по-прежнему равенство единицы. То есть это изометричность, а унитарность в дополнение требовала бы еще и равенство Омега-плюс-минус-дега равняется единице. Но вообще говоря, этого нет в точности из-за того, что в теории могут быть баунстейли. В общем случае, этого равенства нет из-за наличия баунстейли. Вообще, что происходит в нашей картинке, это следующее. Если мы стартовали с какого-то вектора Псай-ин и применяем к нему оператор Нюллера Омега-плюс, вообще говоря, этот оператор что делает? Омега-плюс забрасывает нас из пространства H, гельбертого пространства, мы стартовали с произвольного вектора, он забрасывает нас в состояние растения. Вот сюда. То есть он не отображает все гельбертово пространство на себя, он отображает его на подпространство. На то подпространство, которое отвечает состоянием России. То же самое происходит с комедомайом. комедомайность. А вот унитарный бы оператор отображал все H на все H. Но этого нет. В общем случае, этого нет. Соответственно, Омега-плюс-минус в Дега сопряженные операторы действуют наоборот. Они отображают элементы из из подпространства, отвечающего состояние рассеяния, во все гельбертово пространство отличие. Ну и таким образом мы приходим к определению из матрицы вот этот объект, который здесь возникает. Это комбинация мегровских операторов Омега-минус-Дега Омега-плюс называется оператором рассеяния. Омега-минус-Дега Омега-плюс. Скетерин-оперейта оператор рассеяния или просто С-матрица. То есть С-матрица как раз унитарно. А, унитарно. С-матрица унитарно, потому что С-матрица работает следующим образом. Смотрите. Она сначала применяется Омега-плюс, он выбрасывает нас отсюда-сюда, но потом действует Омега-минус-Дега. И он нас выбрасывает в H обратно. Поэтому С-матрица работает как оператор, перерабатывающий состояние из H в H. И кроме того, она является унитарной, но это можно проверить пользуясь свойствами изометрии вот этих операторов Омега-плюс. С-матрица вполне хороший оператор гибридового пространства. С-юнитарно. Что эквивалентно тому, что в процессе растения происходит сохранение вероятности. Теперь понятно, что я имел в виду, что матрица переводит Psi кинпуту. Значит, это определение с Кетерином теории, и сейчас я вам покажу некоторые свойства оператора, которые следуют из того, что называется формальная теория России. То, о чем я говорю, называется формальная теория России. Давайте возьмем вот такую экспоненту и H1 гамильтониан полный гамильтониан tau в какой-то момент времени и умножим слева на операторы Омега-плюс-минус. Если я воспользуюсь определением H2 H tau и подставлю сюда эти Омега-плюс-минус как предел минус-плюс бесконечность Udg от T, которые я распишу явно экспонента H2 Ht ясно, что я могу внести этот оператор в знак предела поскольку он не зависит от T и после этого поскольку это один и тот же гамильтониан я могу здесь произвести объединение tau и T а здесь наоборот я могу произвести следующую операцию я к T добавлю tau так не могу обгазать но чтобы ничего не произошло я справа поставлю E2 tau H ничего не произошло это то же самое выражение но теперь если tau идет плюс-минус бесконечности T идет плюс-минус бесконечности tau фиксировано то это то же самое что tau идет плюс-минус бесконечности и вы видите что здесь опять возникает вот этот объект который есть не что иное как веолеровский оператор ум или плюс-минус поэтому возникает следующее убеждение что такая комбинация она равна переставленному оператору ум плюс-минус но только правой части здесь теперь возникает экспонента от свободного гометрина и если вы дифференцируете это равенство половине металлы и полагаете tau нулю возникает следующее всплетающее свойство операторы мюллера сплетают гамильтониан взаимодействие со свободным оператором со свободным мюллером то есть когда вы протаскиваете гамильтониан через оператор мюллера он превращается в свободный оператор строится по H U0 строится по H0 вот этот оператор написан здесь это U0 АКТ 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 в соответствии с определением мюллера отсюда тоже можно прийти к интересному выводу пользуясь условием изометричности оператора омега плюс-минус что фактически омега плюс-минус H дега омега плюс-минус есть H0 что означает что если бы оператор U оператор омега был бы изометрией то отсюда сходу следует что спектры гамильтонианов H H0 просто совпадают поскольку то что он здесь это было бы унитарным преобразованием то есть это было начало что два гамильтониана взаимодействия и свободны и одинаковые спектры теперь значит матрица совместно с законом сохранения энергии давайте сейчас я вам продемонстрирую в процессе растения энергия сохраняется и это видно в следующем области это видно из того что S-матрица оказывается коммутирует со свободным гамильтонианом значит S H0 это есть омега минус плюс омега A плюс A то есть здесь плюс вверху всегда означает D операция D плюс-минус внизу это атрибуты мюрлеровских операторов умножить на H0 а дальше мы начинаем пользоваться вот этим сплетающим свойством которое мы только что доказали омега плюс H0 здесь омега минус D H омега плюс я применил первый раз сплетающие свойства а применяя сплетающие свойства к сопряженному оператору протаскивая H через омега минус D возникнет H0 омега минус D омега плюс кстати получается H0 опять на S то есть для метания H0 коммутил XS в частности отсюда следует другое интересное наблюдение а именно если у вас имеется состояние растения которое собственное состояние полного гамильтониана H это то состояние которое на картинке представляло положение истинной траектории в нулевой момент времени если у вас имеется состояние собственное гамильтониана H то мы можем записать что это есть омега плюс на Psi in в соответствии с условиями сплетения с равнениями сплетения это то же самое что омега плюс на H0 и это действует на Psi in вот и если Psi in это есть собственное состояние H0 с энергией E то отсюда получается E омега плюс Psi in что есть E на Psi то есть иными словами если Psi in это собственное состояние H0 с энергией E то Psi это состояние полного гамильтониана с выжимой H0 это то что следует из этих формальных определений ну и в частности может быть еще одна формула про S-матрицу это то что в книгах по квантовой теории поля вы можете увидеть явное представление для S-матрицы в виде двойного предела но это просто спецификация двойного предела T идет T плюс и минус бесконечности это просто спецификация вот этой формулы в которой операторы Мюллера расписаны явно я напишу эту формулу потому что ее часто можно видеть в книгах T T T' минус бесконечности T' плюс бесконечности экспонента P T X 0 0 дабл правил еще экспонента вовлекающая пол мегаминтониан так и еще одна экспонента вовлекающая свободно это просто запись этого явного произведения здесь два мюлеровских оператора и два предела многие книги по квантовой теории поля начинают вот с такого определения Вопросы? все это хорошо если синтетические состояния хорошо определены да конечно если же они плохо определены как очень часто бывает тогда вы предполагали что имеется гейминтон пространство есть синтетические состояния то что я сейчас говорю как мантрой механика теория поля пока не хотя форму это простейший способ заявить что формулы переносятся формулы те же самые просто переносятся в квартал сейчас мы напишем теперь полевую матрицу но давайте закончим с этим примером то что это явная запись просто показывает что весьма удобно ввести оператор эволюции который зависит от двух времен поднимите пожалуйста а psi или psi аут это предположение что они являются собственными пунктами гометарианно свободного или это предположение в общем случае psi или psi аут если это нормированное состояние отвечающего волновым пакетом это суперпозиции состояния с разными но если вы возьмете чистое состояние которое является собственным состоянием гометариана с определенной энергии то вот результат вот и результат значит возвращаясь к такому определению глядя на него видно что удобно ввести оператор у который зависит от двух времен т и т 0 который просто равен вот этому выражению здесь но для конечных моментов времени давайте я еще раз напишу и h2 h0 t экспонента минус h t минус t 0 экспонента минус h 0 t 0 h 0 t 0 и если такой оператор имеется тогда и смотрится это просто предел этого оператора когда t идет в плюс бесконечности а t 0 идет в минус бесконечности двойно операторный предел этот оператор вы можете проверить он обладает следующим свойством что если вы рассмотрите произведение двух операторов в момент времени так что одного нога t 0 становится d prime а второго оператора первой нога становится t prime то произведение двух таких операторов есть просто u t t double prime в каком смысле эти операторы обладают групповыми свойствами вы их перемножаете в момент времени t prime получаете новый оператор и фактически в квантовой механике вы знаете хорошо две картины взаимодействия две картины вы знаете картину Гейзенберга вы знаете картину Шрелингера и вот задача рассения предлагает рассматривать еще третью картину картина тирака которая эволюция вектора задается следующим образом она задается с помощью оператора t t0 в том смысле что имея волновую функцию в момент времени t0 вы описываете эволюцию этой волновой функции с помощью оператора u t то есть это оператор который одновременно зависит от двух гамильтонян от h and h0 вот такая картина она была введена гираком или еще и называют представлением взаимодействия представление взаимодействия представление взаимодействия эволюция происходит с помощью оператора u этот оператор значит все это это слова это не очень для нас важно важно то что этот оператор u удовлетворяет очень простому дифференциальному уравнению которое можно решить явно терминах в терминах теории возмущения явно в терминах теории возмущения и значит ну давайте я уравнение напишу выведу 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 вы говорите на вашем да а там картина а там картина все картина спасибо картина можно нет нормально хорошо h есть h0 плюс w и если вы возьмете оператор u от t d 0 продифференцируем его по времени то что получится смотрите когда я продифференцирую по t первый оператор у меня h0 упадет вниз и я его поставлю справа от экспонента экспонента h2 h0 t упадет вниз h0 ну ну потом мы будем дифференцировать вторую экспоненту по времени t упадет вниз h со знаком минус и я поставлю его справа слева от своей экспоненты слева от своей экспоненты h0 минус h экспонента минус h2 h t минус t0 ну и последний экспонент от t не зависит она как была так и останется значит разница между h0 и h это минус потенциал взаимодействия так и следовательно то что здесь написано можно переписать так h0 t потенциал скажите t0 должно быть в конце извините самый последний экспонент h0 t0 h0 t0 минус i h2 t то есть я добавил такой фактор и его я ввел этот фактор который есть для того чтобы выделить в правой части опять мой оператор u от t0 то есть отсюда вы видите что если я перенесу если я умножу это уравнение на i и на h-bar то для оператора u от t0 получится следующее дифференциальное уравнение v от t я сейчас расскажу что такое v от t умножить на u от t0 где v от t по определению есть потенциал взаимодействия в картине как называется потенциал взаимодействия в картине герах или представлению взаимодействия иными словами потенциал v от t это потенциал который уже зависит от времени вот то что мы пишем здесь это независимый времени потенциал поскольку мы предполагаем что демельтониану не зависит а то что написано здесь это его эволюция под действием свободного демельтониану свободное эволюция то есть это как бы можно себе представлять следующим образом потенциал как бы есть в общем случае конечно нелинейная функция какая-то поле но поля в этой нелинейной функции теперь подвергаются эволюции свободной по действиям свободного герахитониану а чем это хорошо тем что это устанавливает связь со свободной теорией которую мы умеем решать в которой мы знаем все ну и теперь неплохо было бы это уравнение решить потому что если мы его решим то потом мы возьмем предел от этого эволюционного оператора при t с 3 на 6 плюс бесконечности t0 с 3 на 6 минус бесконечности мы получим наш объекте с матрицу через потенциал в явном виде и это то к чему мы стремимся собственно говоря значит это дифференциальное уравнение можно преобразовать в интегральное уравнение t0 единичка минус и на h-bar интеграл от t0 до t t0 t0 это интегральное уравнение которое учитывает гран условия что при t равное t0 у нас u от t0 t0 равно единице если мы посмотрим на определение оператора u от tt0 которое написано здесь мы увидим что при t равное t0 у нас оператор u от tt0 равняется единице то есть если мы снабдим это дифференциальное уравнение еще и условия u от t0 t0 равняется единице то вот эта система начальная условия плюс и тренциальное уравнение эквивалент вот это интегральное уравнение которое написано здесь это интегральное уравнение можно решить по теории возмущения предположив что потенциал в каком-то смысле мал в первом приближении вы вообще пренебрегаете этим потенциалом оператор u от t0 равняется единице а после этого вы начинаете улучшать подставляя правую часть в предыдущее решение то есть вы тем самым керируете это уравнение и в конце концов получаете следующий бесконечный ряд t0t t tau v от tau это результат первой итерации дальше идет следующая итерация минус 5х2 в квадрате интеграл t0t dt1 интеграл t0t1 dt2 v от t1 v от t2 и так далее и так далее и совершенно замечательным образом значит если вы теперь хотите найти s-матрицу все что надо сделать это 0t погнать к бесконечности это вот то что написано здесь совершенно замечательным образом можно переписать в более компактном виде ведя операцию t-произведения сейчас я напишу а после этого поясню в смысле t-произведения dt1 dt2 и так далее dtn t-произведения операторов v от t1 и так далее v от t значит я более чем уверен что большинство людей знает что такое это произведение я уже видите погнал сразу времена на бесконечность я сразу пишу ответ для s то есть такой ответ пишется сначала для u при т0 и тконечных а потом вы гоните t на бесконечность t0 на минус бесконечность и это то что я здесь делал значит кто знает что такое это произведение кто может высказать кратко что это такое словами так как по возрастанию времени время куда я вам дам простое мемоническое правило сейчас вы начинаете вспоминать забывайте простое правило молодость права вы молодой направо старый налево чем моложе оператор тем правее он стоит раньше действует на функцию раньше действует на функцию молодость права запомните это очень простой такой лоб молодость права вот и вы видите что этот ряд естественным образом значит разница как бы прелесть введения t произведения состоит в том что под t произведением интеграл эти потенциалы коммутируют вы знаете что подзначение произведения операторы коммутируют тогда как здесь они находятся в определенном порядке и не коммутируют значит то что они коммутируют то что мы заменяем каждый член на какое-то произведение компенсируется тем что мы вводим n-факториал который позволяет нам поделить нашу большую область интегрирования которую мы имеем здесь мы интегрируем по всем переменам от минуса до плюс бесконечности этот факториал делит ее таким образом что мы получаем здесь интегралы по определенным областям вы видите здесь я интегрирую от t0 до t1 ну и так далее чем это стандартное рассмотрение квантовой теории поля я думаю что мы это видим где не бой и как не бой значит это позволяет переписать нашу s-матрицу в виде t-упорядоченной экспоненты т-упорядоченной экспонента минус h-bar интеграл от минус до плюс бесконечности от потенциала vt dt таким вот образом ну и если угодно эту формулу можно написать через переменную x0 вы помните что в реликвидской теории t c x0 это ct x0 это ct то есть можно переписать ее как v от x0 d от x0 но тогда еще придется проделить на c здесь h-bar c и на f-bar c v от x0 d от x0 это формула формула выведенная дайсоном хеймером дайсоном один из примеров когда чистый математик когда человек начинал как чистый математик но потом закончил как настоящий физик дайсон был учеником харди еще и потом еще может быть и кончил дайсон что важно помнить что здесь такое объект v от x0 это потенциал взаимодействия представление взаимодействия это важнейшая формула потому что он позволяет считать реально используя свободные поля v от x0 потенциал представление взаимодействия значит теперь я не хочу обсуждать как как из матрицы можно обвести независимым образом квантовой теории поля я просто скажу что можно сделать большущий скачок большущий прыжок просто перенести эту формулу на квантовую теорию поля считаю что то что мы сделали это сделано для гамильтаньяна квантовой теории поля единственная разница теперь состоит в том чтобы учесть что потенциал квантовой теории поля есть интеграл от локальной гамильтоновой плотности локального гамильтанианного взаимодействия х зависит зависит от х трехмерный интеграл под х если я теперь поставлю заменю этот потенциал вот этим трехмерным интегралом вы видите что здесь соберется полный четырехмерный интеграл повлекающий время и пространственные х то есть формула для изматрицы примет экспонента минус и на х план с четырехмерный трехмерный трехмерный интеграл от локального гамильтаньяна взаимодействия рассмотренного по прежнему представлению взаимодействия ну а счет дальше идет реальный счет с матричных элементов идет по теорине вика вы знаете что можно разложить этот экспонент обратно фактически вернуться к тому с чего я начал это компактная форма это не компактная форма значит писать сюда гамильтаньян и то что вам в реальной спектуре возмущения придется вычислять это Т-произведение ну вот прежде всего от локальных гамильтаньянов взятых в различных пространственно-временных точках локальных гамильтаньянов взаимодействия это то что надо уметь вычислять ну и фактически представляя гамильтаньян через поля все следется дело к вычислению Т-порядоченных произведений от свободных полей и то что поля свободные является как раз следствием того факта что мы рассматриваем гамильтаньян взаимодействия в представлении взаимодействия то есть эволюция этих полей свободны а свободные поля мы знаем как они эволюционируют они пишутся в терминах креншин и дефилейшин операторов рождения уничтожения и все что вам здесь нужно это уметь применять риму вида я думаю что эту часть вы знаете да технологическое спаривание это кстати есть тут меня спросил про пропагатор это кстати есть один из таких важных моментов где у вас возникает пропагатор финианский пропагатор спорюбаж он вас позволяет финианский пропагатор позволяет вам производить вычисления S-матрицы которая естественным образом формулируется в терминах T-производителя фронологического принципа фактически финианский пропагатор есть давайте напишем пропагатор Хеймана X1 X2 есть вакуумное среднее вот T-произведение поле FIA X1 FIA X2 вот откуда важность этой функции грина возникает почему это в кланковой территории эта функция грина играет более важную роль чем обычная опережающая и заказывающая функция грина она является основанием теории возмущений для осмотра хорошо теперь я хочу сделать несколько замечаний которые касаются следующего. Та эс-матрица которую вы видите, и которой люди обычно работают в квантовой механике кстати, в квантовой теории поля это не есть та эс-матрица, которую ввел Гайзенберг Гайзенберг ввел другую эс-матрицу эс-матрица Гайзенберга о которой я немного говорил которая тоже обсуждается в книгах очень часто которая не делается для которой не делается различие с вот этой эс-матрицей которую я называю скетерин-оперейта она вводится другим способом она вводится как омега плюс омега минус д положение операторов меняется это и есть эс-матрица Гайзенберг начните читать внимательно книги вы сразу столкнетесь с этим вот квантовая механика вводит с оператора растения в котором эс-матрица коммутируется с свободным гайзенберг ввел эс-матрицу, которая коммутируется с полным гайзенбергом это эс-матрица удовлетворяет другому свойству если вы переставите по оператору измените положение то вы обнаружите что вот это свойство заменится на вот это свойство в литературе очень много конфюжен что как называется что надо считать и как надо считать я могу конечно все это объяснить но это займет время я немножко хочу рассказать вам о другом поскольку моя задача объяснить вам что-то о перенормировках я оставлю этот факт для меня достаточно этого определения это рабочее определение оно позволяет вам вычислять амплитуды в рассеянии матрица Гайзенберга она очень часто используется в теоретических исследованиях тоже важнейший объект ну и вы видите что два они связаны они независимы это как бы одна и та же эс-матрица но написанная в разных базисах вот эта эс-матрица написана в базисе свободных состояний а вот эта эс-матрица пишется то что называется в теории рассеяния состояние рассеяния я не ввел их и не хочу вводить чтобы не сотворять да, не приумножать сущности сверхнеобходимы 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 да виковское и джайсновское те произведения да, совершенно точно есть еще и такая разница да абсолютно это тоже тонкость это означает, что вы поступаете с производными то есть вы если у вас имеется производная на полях упорядочите ли вы поля с производными или вы производные вытаскиваете поскольку производная не коммутирует с те произведения это очень важная вещь вот вы, например, знаете, что поле Fiat X свободное поле удовлетворяет уравнению Кляйн-Гордона да? ну давайте посмотрим безминцевый случай вот уравнение Кляйн-Гордона однако, если вы ударите боксом на фейн-мановский пропагатор вы нуля не получите а что мы получим? вот, мы получим дельта-функцию правильно? это о чем говорит? это говорит о том, что эта операция, это произведение не безобидная не протаскивается через ее бокс производная не протаскивается будет разный результат поэтому возникает вообще, конечно, глубокий вопрос о том, что такое буква T и как ее определять и что такое T при совпадающих временах тоже, как и определять но я все-таки хотел это хорошее замечание оставим есть, да, есть проблема значит, в теории поля есть другой фундаментальный объект который называется фундаментальный аппарат который называется аппарат функций Грина функции Грина вводятся следующим образом в общее пределение я пришел G, A, X1 и так далее и Xen это вакуумные средние от T-произведения Газенберговых полей сейчас начнется путаница потому что эти поля Газенберговые это не свободные поля это те поля, которые выгодят великиминным уравнением здесь, наверное, вам красный написать я перейду на красный вакуум, который стоит здесь это есть основное состояние полного гамильтониана H то, что мы называем травм вакуум основного гамильтониана вакуум полного гамильтониана в этом определении нет никаких ссылок на теорию возмущений настоящие Газенберговые поля которые зависит подчиняются уравнению движения Газенберга в вакуумной теории поля и вакуумное состояние гамильтониана полного гамильтониана H аппарат функции Грина позволяет вам исследовать квантовую теорию поля со следующей точки зрения когда вы говорите о квантовой механике вы сразу представляете себе образ оператора из этого пространства квантовая механика это нужно об оператор теория поля ну это обобщение квантовой механики нужно генбертово пространство мы строим генбертово пространство тоже думаем об операторах которые теперь уже вообще говоря о полях это не операторы а строго говоря операторам значимой обобщенной функции ну и здесь нужно развивать сложный аппарат функционального анализа чтобы говорить о этих вещах вместо всего этого мы переводим как бы наши усилия на изучение функций то есть мы всю квантовую теорию поля теперь характеризуем набором функций вот эти функции содержат всю динамическую информацию теории у них есть функции Грина как бы утверждение о том что у вас имеется квантовая теория поля или ее набор функций Грина это эквивалентное утверждение я теперь могу обо всем забыть вы мне даете вот набор этих функций конечно они будут удовлетворять определенным уравнениям они будут связаны если это функции происходящие из определенной квантовой теории поля но тем не менее знание этих функций это то же самое что знание квантовой теории поля и это большее знание чем эс-матрица эс-матрица говорит вам нечто о растении о том как асинтетические состояния переходят в асинтетические состояния но вы не знаете как бы детали глубоких деталей квантовой теории поля вы видите что это в асинтотике одна асинтотика связывается с другой но что в этой кухне внутри варится вы не знаете Функции Грина знают об этом. Потому что это и есть квантовая теория поля, с другой стороны. Это та же самая квантовая теория поля, но записанная теперь на языке функций. Поэтому это столь важный объект. Теперь, как их считать? Как их вычислять и как их считать? Что такое функции Грина? Значит, функции Грина для Газенберговых полей можно переписать через свободные поля. Опять же, используя теорию возмущений и используя картину взаимодействия. И это функция, которая переписывает нам функции Грина через свободные поля, которая, собственно, и позволяет их считать в реальной квантовой теории поля, это есть знаменитая формула Геллмана и Лоу. Открытая в 1951 году. Геллман и Лоу. И это утверждение о том, что n-точечная функция Грина записывается следующим образом. То же самое, что здесь, но теперь написано через свободные поля. Вакуум свободной теории, то есть тот вакуум, который регулируется обычными императорами уничтожения свободного поля, φ от x1, φ от xn, экспонента минус i, dh, bar, интеграл от минус до плюс бесконечности, ДТВ и АТ. Вакуум. И здесь стоит вакуумное ожидание от S-матриксы знаменитой, нормирующей. С-матрица по-прежнему, понимаете, в этом смысле. Значит, это рабочая формула. Она столь же рабочая, как и формула D-S-матрицы. Все поля, стоящие здесь, они уже не красные, метрополя свободные, черные. И по-прежнему вы разлагаете потенциал в ряд по теории возмущений и считаете, используете ремовика от Т-упорядоченной произведения. Получаете ответ для функций глини. И здесь, пожалуйста, наверное, уже нужно вот ту формулу, Саш. Я не Свет, да. Я Свет написал. Ну, давайте, Саша. Давайте подставим, да, в метрополевом контексте. Может, наверное, лучше. Давайте, да. H-bar C, интеграл четырехмерный от... Четырехмерный интеграл от Эмельтониана от Х. Я не видел, что все эти поля, поэтому вот так. Да, да. Красиво. Я сейчас не помню. Ну, фактически, вы можете все эти функции грина записать единым образом, введя производящий функционал на функции грина и запаковать все их в одну производящую функцию, производящую функционал, более точным образом, а именно, значит, визит Z, G, 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 это, что называется, источник, который позволяет искать и определять индивидуальные функции грина через этот производящий функционал, через функциональные производные этого самого функционала, и X1, и так далее, и Xn, Gn, от X1, и так далее, Xn. Это производящий функционал, и источник сейчас появится, G, X1, и так далее, G, Xn. Если вы теперь возьмете и подставите это выражение, в этот многократный интеграл правой части, то после этого вы увидите, что вы сможете собрать выражение, которое у вас возникнет, опять в экспоненту, ну и, собственно говоря, получить такую формулу. Т-произведение от интеграл I поделить на H-бар S-interaction, что означает, что это есть часть действия, отвечающая за взаимодействие, плюс альфу J умножить на источник фи, вакуум, поделить на, по-прежнему на вакуумное ожидание G-матрицы, но если угодно, я его тоже запишу, как произведение, поскольку сразу станет ясно, что то, что стоит в знаменателе, есть то же самое, что стоит в числителе, при J равной 0. И вот это произведение, ну я вот так написал, J-фай, J-фай здесь понимается в смысле интеграл J от X 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 Вот такая компактная, замечательная формула, которая содержит в себе всю информацию о функции Грина-теории и позволяет, собственно говоря, при необходимости вычислять умные функции по теории возмещения. А кто из вас, у кого из вас был курс по функциональному интегралу, методам функционального интегрирования? И вы, наверное, видели эту формулу, да? То есть вот эту формулу уже частенько выводят в курсах функционального интегрирования, ну, собственно говоря, с нее и начинают. Функциональный интеграл как производящая функция для амплитуды перехода в вакуум-вакуум в присутствие источника. Она ровным образом и получается. Так, хорошо. Может быть, вопросы какие-нибудь есть? Да? Роли этого функционального в чем? Компактная форма позволяет все функции Грина держать вместе, а кроме того, позволяет вам доказывать некие утверждения о квантовой теории поля, оперировать только с таким отметками. Очень просто. Все, что держится в нем. Это квантовая теория поля. Конденсированные выражения в квантовой теории поля. Источник — это классическая функция GX, которая произвольна. Вы ее не специфицируете. Это как производящая функция, например, для какой-нибудь GX. GX. Ну, давайте я какой-нибудь примером поднимаю. У вас есть какой-нибудь набор функций GX. Вы хотите их все вместе рассматривать сразу, одним образом. Вы вводите формальную переменную, например, T. И рассматриваете вот такую сумму. Сумма, скажем, если у вас функция заданная в нуля, до бесконечности, вы вводите такую функцию G из этого T. И формальная переменная. Так вот, эту роль исполняет здесь G. Формальная переменная. Что вы видите? Вы видите, что если вы возьмете от этой функции N-ую производную, а потом получите T равное нулю, то вы ровным образом получите то, что вы хотите. GN от X. Ну, в простейшем случае это вообще может быть уборочистым. То, что мы называем производящей функцией, она производит. А физически, если вы говорите с точки зрения классической теории, то G играет роль, почему он называется источник? Потому что это источник. мы добавляем его в действие. И то, что здесь написано, это линейное взаимодействие Gn-phi, то есть то, что мы называем линейный респонд-сфирм. Для гармонического осциллятора, например, если вы добавите такой источник, кто-то будет отвечать взаимодействию вашего гармонического, движению вашего гармонического осциллятора под действием внешней силы. внешняя сила это то, что действует на вашу систему. Внешнее воздействие с физической точки зрения. То есть, за какой вы потом просто говорили я сейчас напишу, что мы получаем, как получаются функции Грина. Да, спасибо. Я не могу написать. Действительно. Что функции Грина восстанавливаются из этого функционала. Если вы знаете этот функционал, то вы можете написать функции Грина, восстановить функции Грина из этого функционала, просто беря n-ную вариационную производительность. то есть Gn от x1 и так далее xn получается из данного функционала ну давайте я пишу единичка на i в степени n дельта дельта j x1 и так далее дельта дельта j xn а примененная к функционалу z от j и после этого я должен положить j равное 0. Ну вы видите, что то, что здесь написано это прямое следствие вот этого определения здесь и в точности отвечает тому, что я вам связал про z от j в данном случае видите, я рассматриваю простейшую ситуацию, когда у меня поля сколядки не несут никакого индекса в общем случае если мне очень интересно смотрят векторные поля то у них появится индекс и в этом случае у меня появится индекс и совершенно точно да то есть я пока я здесь все-таки вырус сколядки поля я вам сейчас напишу некую формулу загадочную вы подумайте хорошо это формула позволяет она собственно говоря котирует в себе теорему Вика эта формула подтверждает следующее что t произведения от i на h2 s интерэкшн от поля и плюс jf t произведения можно универсальным образом переписать через нормальное произведение но собственно говоря это теорема Вика и утверждает что такое теорема Вика мы пытаемся переписать t произведения через нормальное произведение со всевозможными спариваниями спаривания пропагантов вот так вот можно переписать всю теорему Вика Таким образом, то, что написано здесь, есть нормальное произведение. Нормальное произведение мы пишем с двумя точками, помните, да? Сейчас я вас спрошу, что такое нормальное произведение. Да? Дельта, дельта, фай. Компонента I, H, F, S, Interaction. От всего того, что там было. И вот эта операция... Дельта, дельта, фай. Дельта, 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 дельта. Следующая операция. Дельта, здесь эта фирма-восский пропагатор. А то, что написано, представляет собой по определению интеграун. Дельта, 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 х-ene, Расск. Это фейнманский пропагент. Значит, то, что написано здесь, это концентрированное выражение теремовика. То есть теремовика получается таким образом. Вам нужно подействовать таким функционалом. Что делает этот функционал, если вы начнете эту экспоненту расписывать? Начинает дифференцировать по полям и заменять на пропагатор. Ну и остаток после этого надо взять в нормальной форме. И вот и есть теремовика. Концентрированное выражение теремовика. Ну тут и одна вторая ведет множитель еще, чтобы пересчета не прохватить. Потому что варьируете каждое поле практически два раза. По фея варим, фея пикс. Вот эта одна вторая как раз заботится о том, чтобы не было пересчетов. Следующая интересная вещь состоит в том, что вы можете переписать вот эту экспоненту, вот здесь, E, H, bar, S, interaction, 5, E, G, 5. Следующим образом. Вы можете написать ее как экспоненту, вот E, H, bar, S, interaction, здесь, зависящий от функциональной производной, Δ, Δ, for, D, J, действующий на экспоненту I, J, 5. Я думаю, это тоже трюк, который частенько обсуждается в обсуждении функциональных методов флантовой теории поля. И он основан на том, что когда вы примените эту экспоненту к такому выражению, каждый раз, когда вы будете дифференцировать поджей, у вас будет возникать поле F, в конце концов, вы вернетесь назад, там, в конце концов. Ну, после этого вы можете все это объединить, вы увидите, что тогда, когда вы подставите это выражение сюда, у вас первая экспонента, она вообще не зависит от поля F, ее можно вытащить за знак вот этой операции, которая здесь написана, и после этого эта операция будет применяться чисто на J, 5, на экспоненте J, 5, то даст вам следующее выражение. Да, одно маленькое замечание еще состоит в следующем, что если вы будете вычислять вакуумное произведение от вот этой формулы, то есть положите ее в вакуум, это ровно то, что нужно для того, чтобы вычислить этот Z, это G, видите, вы здесь вакуум стоит. Когда вы положите сюда в вакуум, на лево и на право, то все поля, которые остаются после применения операции дельта-дельта-фай, и зависим от... и все поля, которые выживают после применения этой операции, это терактор-протациональный фай, они будут действовать на вакуум и давать 0. Да, потому что здесь стоит нормальное упорядочение. Нормальное упорядочение что означает? Что? Все операторы рождения стоят слева, и уничтожение справа. Уничтожение справа не должны вакуум уничтожить. Поэтому действие точки означает, что все нормально и упорядочено. Поэтому если у вас осталось хоть одно поле фи под знаком такого произведения, то оно уничтожит сотрудничество. Поэтому это означает, что в результате взятия этого вакуумного произведения вам в действительности не нужно знать все это выражение. Вам нужно вычислить это выражение, после его вычисления положить фи равное 0. А потому что фи не равное 0 вас не интересует, оно в вакууме исчезнет. Хорошо. Ну и еще один шаг к замечательной формуле, которую мы будем показать, напомнить для тех, кто знает. Состоит в том, что, значит, теперь, следуя нашей логике, мы продолжим это равенство здесь. Подставим все выражения, вынесем I2S interaction вперед. То, что у нас останется, это нам нужно взять, применить вот эту операцию к совершенно простому выражению, и после этого положить фи равное 0. И это даст нам ответ для нашего взятия. Вот эта вещь вычисляется очень просто. экспонента 1,2 delta delta pi delta pi это вот вам фиксерсайз. Вычислить ее, 3 pi равное 0, и получить то соответствующее выражение равно минус 1,2 j delta j. j это источник, именовский пропагатор, и смысл j delta j тот же самый, что и раньше для вот этого выражения, то есть это двойной интеграл, j Alex тринанский пропагатор j ну и после, значит, если вы знаете это, вы объединяете данное выражение с экспонентой, то есть это экспоненты это непривиальный операцион, который содержит вариационную производную поражей, она действует на результат вашего вычисления, вот на такой экспонент, и следовательно вы получаете следующее выражение для производящего функционала, для функции грина, квантовой теории поля, квантовой теории скалерного поля. экспонента, IH bar, S interaction, днечка на i, дельта дельта джей, действует на экспоненту минус 1, вторая, дельта джей, ну и поделить надо на что? На то же самое, на то же самое, где после вычисления джей следует положить равный номер. Вот такая здесь я сделаю несколько комментариев, про которые о которых вы вспомянули. О том, что в функциональной теории поля, в теории растения наталкивается на ряд трудностей. И эти трудности связаны в первую очередь с тем, что на каждом этапе приходится делать дел с выражениями, которые не очень хорошо определены в силу расходимости инфракрасных. И если действовать чисто формальным образом, то можно прийти к совершенно парадоксальным результатам доказать, например, что все взаимодействующие теории свободны, имеют те же самые коррекционные функции. Знаменитая теорема Хаага, например, в том, что представление взаимодействия в канджевой теории поля не имеет смысла. Это, на данный момент, на много разных слов. в кандидатах, тут всегда надо помнить, чтобы произвести всю цепочку логических заключений, прийти к теории растения, нужно на каждом этапе держать, непрерывно сохранять обрезание микрофиолетовое, инфракрасное, обрезать моды, число мод, что все время имеет дело с флантовой механической с флантовой механической. Но вы понимаете, что в видеопараметре сразу теряется, например, какая-то фундаментальная сельская компания сельская компания. То есть за все приходится платить. Но поздно, если хочется произвести аккуратнейший вывод, то требует больших усилий. Действительно больших усилий, и люди натолкнулись на это. Я вам говорил, характерный пример этого изменить теория Мухаага, который даже в случае свободного поля показывает, например, следующее, что поля с разной массой свободной не могут в их гильбертово пространство не могут быть вложены друг в друга. Здесь нужна предельная аккуратность усилия. То, что я здесь делаю, это неаккуратно. В конце концов, правильно, скрывает много глубокие вещи, связанные с тем, что вы имеете дело с квантовой теорией поля, но не с квантовой механикой. Квантовой теорией поля, я напоминаю вам, свободы. Прежде всего, бесконечное число степеней свободы, которые вводят дополнительные трудности. хорошо. У меня есть еще 15 минут, да? Насколько здесь важно соблюдать вот эту информацию, и можно ли нуждать производство всем, что здесь нужно? Можно, да. Можно, если вы не знаете, что право. И вот эти вычисления реально так, в случае страны, которые реально попадают с экспериментами, поэтому пользоваться можно. Нужно. У нас вопросов, не нужно делать грубей, как и, потому что иногда будут вещи, которые абсолютно противоречат математике и физике, но, тем не менее, люди иногда на них наставят. И где мы с ними справились? Как и физики, да. Понимаете, тут надо очень аккуратно следить за собой. У вас может быть числитель бесконечный, знаменатель бесконечный, но мы должны сохранять параметры обрезания, которые мы должны видеть, что степени бесконечности здесь и здесь одинаковые, то есть в результате приснятия католка не сократятся. И никаких проблем не возникнет. Действительно, в теории поли, если вы начнете вычислять верхнюю и нижнюю часть, вы увидите, что и та, и другая бесконечны. Вот эта часть содержит все вакуумные петли, она бесконечна. Но и верхняя содержится вакуумная петля, она тоже бесконечна, эти бесконечности сократятся в результате, в конце концов. Надо быть предельно аккуратным. Хорошо. Давайте я еще скажу одну вещь про то, что мы различаем два типа функций Грина. Полные функции Грина, которые я, собственно, написал, и связанные функции Грина, которые представляют собой сумму связанных диаграмм Феймана. Но чтобы не быть совсем уж, так сказать, новословным, откуда это все берется, берется все из этой формулы. То есть если вы вот этот функционал начнете считать, для случая свободного скалярного поля, давайте я вам нарисую просто, что получится, в конце концов, ваше вычисление сойдется в такой простой диаграммной формуле, а именно числителе, если вы начнете расслаблять все по теории возмущения, считать, то вы получите следующий ответ. 1 минус ИЖ на 4 фальтериал, интеграл ФДЗ. Здесь возникнут следующие фейманские диаграммы, но я схематично их нарисую. Диаграмма номер 1, 6 умножить на диаграмму такого вида, сейчас я поясню, что я наведу под этими картинками, плюс крест. Я считаю это ZG в теории ФИ-4. Это теория, которая задана следующим Лагранжаном. 1, 2 интеграл 1, 2 интеграл ДМФИ-ДМФИ, минус М квадрат пополам ФИ-квадрат, минус Лямбда на 4 фальтериала, или ЖН4 фальтериал, и в присутствии ФИ-4 вы видите, и, собственно говоря, те же самые диаграммы, которые Кристоф обсуждал в теории Хиксан. Когда вот эта диаграмма возникла в перенормировке массы Хи-са, эта диаграмма ответственна за взаимодействие, но эта диаграмма носит название вакуумная диаграмма, вакуумная петля. плюс старшие поправки, ну и в знаменателе у вас возникнет единичка, минус ИЖ на 4 фальтериал, интеграл ГЗ-3 умножить, опять же, вакуумную диаграмму. Вакуумная диаграмма – это диаграмма, которая не имеет внешних концов, у меня нет внешних примеров. В данном случае я пока еще считаю Zg, и здесь вот крестиками, то, что обозначено крестиками, я тоже должен крестиками обозначить, сколько вы говорите. Крестиками обозначены источники, то есть с каждым крестиком у меня святым источникам. А в знаменателе источник положено равномерно. Ну и старшие члены. В первом порядке по G, вот структура ответа, которая возникает из этой формулы, каждая диаграмма, как и здесь, отличая интегралу явному. Вот, например, диаграмма, которая нарисована здесь, она будет даваться следующим выражением. Будет у вас пропагатор в нуле, Δ0, который отвечает вот этой петельке здесь, Δ0. И будет интеграл ΔZ-XJ от X, dx. Еще один интеграл, ΔZ-Y, J от Y, dy. Так, это два источника здесь. И по точке Z будет производиться интегрирование. Вот это аналог железоисточной геограммы. Это вообще. С той частью коэффициента. У меня пять минут. Ну, давайте за пять минут я, наверное, успею. То есть, завтра я расскажу перенормировку, а сегодня я просто закончу тем, что я напомню, что между S-матрицей и функциями Грина существует замечательная связь, а именно, зная функции Грина, вы можете... Она у меня, по-моему, есть лекция. Да, вы можете посмотреть там. Связь... Связь S-матрицей, S-матрицей, с функцией Мигрина. Значит, связь S-матрицей с функцией Мигрина следующее. То есть, связь сдаётся формулой, которую впервые получили Леман, Семанзик и Симмерман, поэтому называется LSC-формула, которая говорит следующее, что если вам известны функции Грина, вы можете вычислить соответствующие с матрицей Мигрины. В частности, для скалярной теории эта формула выглядит в следующем образом. Если у вас имеются два асимпатических состояния, состояние α, ну, это состояние, скажем, которое получено действием украиншен операторов А, Дега, К1, и так далее, А, Дега, К, Н на вакуум, имеет состояние бета, которое тоже получается действием на, скажем, П, М на вакуум, то есть, Н-частичное и М-частичное состояние растения, и то, что вы хотите вычислить, вы хотите вычислить матричный элемент С-матрицей между этими двумя состояниями, бета, С-алфа. Вот такой матричный элемент, который вы позже можете использовать, чтобы вычислить амблитуду растений и построить кросс-секшн, поперечное сечение. С-бета-альфа. Вот. Формула Лемона-Семанзика и Симмермана утверждает, что эту величину можно вычислить через функции Грина. Для этого сначала определяется то, что называется тронкированная функция Грина или репутированная функция Грина. Кому-то хочется называть ее давайте Амблитуд называть ее усеченная. Усеченная, да. Ну, может быть, усеченная. Действительно. Усеченная функция Грина, которая определяется в общем случае для любого набора импульса просто как умножение исходной функции Грина на обратный пропагатор каждой частицы. То есть берется пропагатор пропагатор это есть двухточная функция Грина в импульсном пространстве она зависит только от импульса в произведении. Берется обратная функция Грина G, P, I, T произведение по I как единочки до L и умножается на исходную функцию Грина G, P, I, P, I и так далее и так далее вот ампутированная, транкированная и неусеченная но тогда утверждение очень простое что когда усеченная функция Грина есть матричный элемент С-бета-альфа который вас интересует он просто совпадает с исеченной функцией Грина P1 и так далее P, M минус K1 и так далее минус K, N на массовой поверхности то есть когда все внешние частицы ампутированную функцию нужно посадить на массовую поверхность все K, I, T в квадрате равны своим массам и все P, I, D в квадрате равны своим массам здесь произведение идет G от P, I, D и от единички до N если у вас L, D функция Грина это вот произведение обратных пропагаторов после этого это умножается на G от P, I, и так далее значит можно показать что у функции Грина всегда есть полюса отвечающие внешним концам и вот эта операция она просто усыкает убирает полюса после этого эта ампутированная функция Грина допускает сужение как говорят на массовую поверхность то есть когда все частицы рассеиваны в начальном состоянии в конечном состоянии удовлетворяют своим массовым условиям ну и вот это очень важная формула поскольку она говорит о том что в общем-то если вы знаете функции Грина то S-матричные элементы не надо вычислять специально S-матрицу информация содержится уже здесь функция Грина функции Грина содержат больше информации они овшельные они для всех значений момента определены но если вы хотите S-матрицу то вот выполнить эту процедуру посадить ее в результат на массовую поверхность получите ответ я рассматриваю что у меня завтра перенормировка это функция перенормировки с помощью S-матрицы вы никогда не посчитаете связанное состояние а вот с помощью функции Грина вы можете не только состояние расседения но и связанное состояние искать конечно это намного более сложная задача теория возмущений простая не работает связанное состояние это в каком смысле не пертурбативный эффект но вы там должны суммировать какие-то бесконечные классы диаграмм в теории возмущений и тогда вы можете с помощью вот этой техники функции Грина искать и связанное состояние а с помощью матрицы это невозможно ну в некоторых случаях вы знаете с матрицу можно вывести на комплексные значения момента и сингулярность и комплексная хвостность отличие от паунстейтера но это издание уже есть такая опера есть коллеги ну давайте сейчас тогда кофе-брейк да и еще раз Лев, спасибо 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 Спасибо.